Добрый день! Это студия федерального отраслевого издания «Ветеринария и жизнь». Меня зовут Юлия Макеева, а гость нашей студии сегодня Олег Кобяков, директор отделения ФАУ для связи с Российской Федерацией. Олег Юрьевич, добрый день! Спасибо, что пришли! Добрый день, Юлия! Спасибо за приглашение! В 2015 году ООН поставила цель ликвидировать голод к 2030 году и обеспечить продовольственную безопасность. В свете последних событий, с начала пандемии, сейчас сложная экономическая ситуация, насколько эти цели реализуемы? Надо сказать, что практически вся цепочка целей устойчивых развития, которые были сформулированы ООН в 2015 году и достичь которых нам предполагалось к 2030 году, сейчас оказались под угрозой. И это не потому, что подготовительная работа была сделана недобросовестно, потому что процесс развития сложный, многофакторный и реализуются разные сценарии, более-менее благоприятные, средние сценарии. В силу целого сочетания факторов и неблагоприятные экономические условия, и, конечно, пандемия, и вооруженные конфликты, и участившееся число стихийных бедствий с катастрофическими последствиями для сельского хозяйства, вот они ставят под угрозу достижение этих целей к 2030 году. Если конкретно говорить о цели 2 по продовольственной безопасности, то стартовая позиция у нас было 690 миллионов голодающих в мире, и за 15 лет нужно было довести эту цифру до нуля. Но, к сожалению, на прошлый год, по последней статистике, мы имеем рост почти на 150 миллионов людей, и сейчас эта цифра превысила 828 миллионов голодающих. Помимо этого, еще миллиард людей страдает от различных форм неполноценного питания, это недоедание, это дефицит питательных витаминов и микроэлементов, и это, наконец, переедание, другая напасть, которая ведет к целому вееру болезней, сокращающих продолжительность жизни. И если уж мы говорим о полноценном здоровом питании, то в целом в мире его не могут позволить себе по экономическим причинам 3 миллиарда людей, а это почти 40 процентов жителей планеты. Вот такая сейчас объективная ситуация на середину 2022 года. Ряд стран сейчас говорит о продовольственном кризисе, надвигающемся продовольственном кризисе. А насколько вот оправданы эти опасения? Продовольственный кризис действительно налицо, и, в частности, вот то самое снижение темпов нашего прогресса к СУР-2, к полной ликвидации голода и всех форм неполноценного питания, как раз свидетельствует о том, что кризис объективно присутствует, но он возник не сегодня, не вчера. И неблагоприятные факторы развития в последние 2-3 года, мы о них говорили, и пандемия, стихийные бедствия, и экономические встряски, и вооруженные конфликты, они сейчас складываются так, что правительством всех стран нужно предпринимать существенные усилия, направленные на преодоление воздействия этих факторов со знаком минус, и выправление ситуации, и возвращение на устойчивый путь развития, чтобы мы медленно, но тем не менее, продвигались к цели обеспечения глобальной продовольственной безопасности. Давайте о развитии рыбной отрасли поговорим, все-таки рыба это как раз элемент полноценного питания, сбалансированного. Насколько сейчас мировой рынок насыщен рыбой, по оценкам ФАУ? Рыбное хозяйство это существенная часть мировой экономики, только в первичной отрасли, в первичной области рыбного хозяйства это промышленное рыболовство, это аквакультура, производство занято почти 60 миллионов людей. Это приблизительно соответствует населению таких крупных стран, как Франция и либо Германия, а всего от рыбной отрасли в той или иной степени зависит в плане обеспечения доходов или источников средств существования почти 600 миллионов. Это каждый 12-й житель планеты. И, конечно, продукция рыбной отрасли, и та, которая непосредственно употребляется в пищу человеком, и которая идет на корма для скота, для рыбокультуры, идет на лекарственные препараты, используется в парфюмерной промышленности. Даже сумки изготавливаются сейчас, дамские, кстати, красивые, из кожи некоторых видов рыб. Вот этот массив продукции, он очень весом в мировой экономике. И, пожалуй, рыбная отрасль, она в наивысшей степени интернационализирована по сравнению с другими секторами рыбного хозяйства, потому что более половины рыбной продукции потребляется не там, где она вылавливается. И, конечно, рыба, это известно не только врачам, но традиционистам, это известно уже всем потребителям. Это незаменимый источник ценного белка, микроэлементов, витаминов, и ее вклад в продовольственную безопасность будет возрастать. Потому как, если мы достигли приблизительно пределов промышленного вылова, больше рыбные запасы планеты уже не позволят вылавливать, то у аквакультуры огромные резервы роста, и ее производство неуклонно по объему приближается к вылову. И 2023 год, мы ожидаем, они сравняются, а дальше вылов в рыболовстве будет поддерживаться на устойчивом уровне, а продукция аквакультуры будет расти в абсолютном исчислении. Давайте еще тему животноводства обсудим. Вот есть такая тенденция к сокращению поголовья для того, чтобы снизить негативный эффект на окружающую среду. Ну, в частности, выбросы парниковых газов. Например, Нидерланды хотят на 30% снизить количество поголовья скота. Вот как оцениваете такую тенденцию в свете борьбы с голодом? Здесь, я бы сказал, тенденции разнонаправленные, потому что животноводство, как современное, высокоинтенсивное животноводство, так и историческое скотоводство, которое до сих пор практикуется, в том числе кочевое во многих районах Африки, Латинской Америки, Азии и в том числе на просторах Российской Федерации. Это неотъемлемая часть производственных систем, это часть культуры, часть быта, часть продовольственного потребления исторического и традиционного. И думается, если в каких странах действительно в силу уровня развития, возможность поиска замены, к тому же красному мясу такие меры возможны, то в других странах мира, наоборот, эта отрасль не исчерпала резервов роста. И думается, рецепт надо искать не в сокращении поголовья, а в поиске более эффективных средств удерживания и утилизации углерода и прочих парниковых газов. И вот тогда можно говорить об устойчивом климатически оптимизированном животноводстве. Ну и, конечно, все-таки продукцию животноводства, как мясо, так и молочные продукты, их дериваты в обозримое время заменить невозможно и, наверное, не нужно. А по поводу растительного мяса что скажете? Насколько это такое может получить широкое распространение? Растительное мясо, безусловно, интересный вариант, особенно в краткосрочном плане, с учетом относительно дешевизны этого сырья. Ну, не за ту цену, которая продается сейчас, но в краткоисторической перспективе это эквивалент питательной калорийной пищи, которая по органолептике, по вкусовым показателям приближается к натуральному мясу, и ее можно практиковать, во-первых, для быстрого решения продовольственных кризисов в отдельных районах мира, потом в качестве альтернативного питания для тех категорий населения, кому повышенное потребление мяса просто не показано. Ну и, наконец, когда по большому счету доходы населения растут, когда интернационализуются пищевые привычки, когда увеличивается выбор, появление еще одной категории, безусловно, полезной и относительно недорогой продукции, это большой плюс. Еще один вопрос с вами успеваем обсудить. Вот по теме антибиотиков. В профилактических целях следует от антибиотиков отказаться, это уже не раз высказывалось на международном уровне, и в странах Евросоюза идет такая тенденция по сокращению применения антибиотиков в животноводстве. Вот как эту борьбу с применением антибиотиков ФАО оценивают? Насколько сейчас достигнуты результаты? Надо сказать, что эта проблема хорошо известна ветеринарам всего мира и в национальном масштабе, и через международные организации, в частности ФАО, и Всемирную организацию здравоохранения, и Международное эпизодическое бюро, к которым недавно присоединилась программа ООН по окружающей среде. В рамках концепции «Одно здоровье» мы активно способствуем распространению знаний о вреде антибиотиков как стимуляторов роста, о вреде применения антибиотиков не в терапевтических целях, а в профилактических, превентивных, потому что в нашей взаимосвязанной системе дикая природа, домашние животные, сельскохозяйственные животные и человек, и что подтвердила пандемия коронавируса. Любой перегиб в этой системе, к примеру, использование антибиотиков как стимуляторов роста в животноводстве или в профилактических целях, ведет к нарастанию проблем резистентности к противомикробным препаратам. Есть позитивный опыт многих европейских стран, который активно распространяется в ФАО. В частности, в ФАО подготовлен целый ряд публикаций на эту тему, совместно с рядом скандинавских стран, они переведены на русский язык при помощи компании MSD Animal Health. И скоро мы можем, в том числе, в вашей студии представить эти публикации для наших ветеринаров, для животноводов практик. Конечно, этот процесс не одномоментный, но есть четко проверенные научные рекомендации, выверенные на практическом опыте. И для того, чтобы обуздать рост резистентности к противомикробным препаратам, конечно, применение антибиотиков в животноводстве должно быть сведено только к лечебным целям, только к терапевтическим. Причем группы антибиотиков, применяемые в животноводстве и в человеческой медицине, они должны быть разведены и отличаться. Впрочем, практики вертинары и врачи это очень хорошо знают в нашей стране. Спасибо вам большое, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Спасибо большое. Спасибо.